В этом году, 18 апреля, Всероссийскому спортивному обществу «Динамо» исполняется 90 лет. В преддверии этой даты мы показываем серию репортажей о наиболее выдающихся людях, внесших немалый вклад в развитие этого спортивного движения. Герой нашего сегодняшнего сюжета – Геннадий Герасимов, заслуженный тренер Советского Союза, среди воспитанников которого такие известные «Динамовцы», как боксеры Валериан Соколов, Владимир Мельник и Валерий Лаптев. Продолжит моя коллега из пресс-службы МВД «Почувашия» Марина Сергеева. Геннадий Герасимов для «Чувашия» – человек-легенда. В свое время именно он положил начало развитию бокса в республике. Больше полувека заслуженный тренер России и СССР по боксу является членом Чувашской республиканской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В 1955 году я пришел, в первую очередь начал создавать группу боксеров, чтобы приходить заниматься боксом «Динамо». Я не думал, что такая масса будет большая, чтобы мне приходилось заниматься с 7 утра и уходил в 8 часов вечера из зала «Динамо». За время работы тренером он воспитал целые плеяды выдающихся спортсменов, среди которых особое место занимает олимпийский чемпион 68-го года, чемпион Европы и неоднократный чемпион СССР Валериан Соколов, а также обладатель Кубка мира 83-го года, чемпион Европы и Советского Союза Владимир Мельник и мастер спорта СССР, обладатель Кубка мира, чемпион Европы и СССР Валерий Лаптев. Кроме этого, Геннадий Николаевич подготовил более 10 мастеров спорта СССР и России, несколько десятков кандидатов в мастера спорта и спортсменов первого спортивного разряда. По мнению заслуженного тренера, чтобы добиться успеха в боксе, необходимо обладать различными качествами. У 81-летнего тренера много различных наград, но самое ценное из них, по его словам, это орден с заслуги перед Чуварской республикой. Жизнь Геннадия Николаевича сегодня тесно связана со спортом. Он является консультантом главного тренера республики по боксу.